Общественный совет по здравоохранению был создан в 2014 году. Теперь он называется Совет по вопросам охраны здоровья. Но неизменившееся название, не то что все поликлиники и больницы подчиняются краевому министерству здравоохранения, для людей большой роли не играет. Им важно вовремя получить квалифицированную помощь. А задача совета контролировать, чтобы отрасль здравоохранения в городе работала как часы. Более того, к общественникам присоединятся волонтеры серебряного возраста и представители общественных организаций. Все могут и должны, в общем-то, мониторить ситуацию в здравоохранении. И при выявлении каких-то недостатков, я думаю, необходимо информировать Марину Августовну, для того, чтобы мы вовремя смогли отреагировать на данные ситуации. Мэр против того, чтобы между врачами или специалистами аптек и пациентами возникала социальная напряженность. Тем более, иной раз проблемы бывают из-за недопонимания. Например, если в одной муниципальной аптеке нет лекарства, не проблема доставить его из такой же аптеки другого района. Заявка как собиралась с каждого рядового врача, знающего каждого-каждого больного своего, так и продолжает в том же самом порядке все это собираться. Закупает льготное лекарственное средство краевое Министерство здравоохранения. Далее медицинские препараты поступают в муниципальные аптеки города. Их в Сочи 16. И если в одной из них отказали в предоставлении лекарства, достаточно позвонить по телефону горячей линии здравоохранения. 8-988-285-99-95. Все жалобы, поступающие на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме, рассматриваются в течение суток отделом по координации медицинской помощи. Елена Авсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.